друзья всем большой привет испания находится на третьем месте по производству вин после франции и италии поэтому как вариант отлично провести здесь время это съездить на винодельню если вы планируете визит в барселону то нам доступно два региона это регион импорда который находится рядом скоста браво и туда чтобы доехать лучше иметь автомобили и регион пенедес до которого очень легко добраться из барселоны на пригородных электричках но сегодня нас ждет экскурсия на винодельни фрешинет пойдемте визит на эту винодельню можно купить онлайн ссылка будет в описании и кому будет интересны ценные варианты экскурсии которые здесь предлагаются переходите по ссылке и смотрите мы взяли классический визит тур куда включена экскурсия по винодельни а также дегустация двух кав посмотрим какие кавы нам предложат ну и также я вам покажу что входит в экскурс сожалению в апреле 24 года фонтанчик выключены за засухи как и все другие фонтаны в каталонии ну кто будет в другой период возможно посчастливиться увидеть работающий фонтан но к пока отправляемся на экскурсию но если у вас есть малыши карандаши то их тоже можно на экскурсию взять например карандашу если больше 8 лет то стоимость будет от 14 с половиной евро но если вам шум карандаша меньше 8 лет то вход сюда бесплатно мы уже получили наши бумажные браслетики на стойке регистрации и можем оставить вещи в камере хранения камера хранения на бесплатное но для резерва нужно иметь монетку номиналом 1 евро все закрываем и теперь мы можем налегке наслаждаться туром здесь удобно что тур можно взять на испанском английском французском языке котландском тоже конечно присутствует мы идем на тур на английском языке первое нас ждет просмотр фильма в кинотеатре но закончилось что адриан тебе понравилось палец вверх или палец вниз вверх вверх но я бы сказала что немножко затянуто кино минут десять она длилась мы рассказали про историю прошли на это показали как выращивается виноград процесс и мы сейчас тоже под пойдем на экскурсию да посмотрим как же делается здесь кава какая-то королевская кава которая готовится к визиту короля поэтому она называется сериал типа это рой и нигде нельзя купить кроме как здесь даже попробовать нельзя нигде ну а нам сообщили что мы будем дегустировать две кавы которые представлены здесь и самая популярная кава который наверное все знают классическая кава мы идем продолжаем дальше пока мы ходим просто по залам с фотографиями нас не уходит по местам где есть реальный процесс все на уровне фотографии но расскажут интересно посмотрим что будет дальше все и и и и и Бутылки с плоским дном, их больше не упускайте, это просто у нас остается внутри, потому что плоское дно не дает конструкцию бутылки выдержать давление, которое нужно. У них было много взрывов бутылок, поэтому это теперь просто музей, они от таких бутылок просто отказались. Нет, в этом месте, в этом месте. на самом деле все очень интересно если вникать в процесс лучше что раз она говорит что дети не ходите сюда видите своих детей ничего страшного они потерпят на самом деле все очень интересно но потом с глебом сделаем нашу оценку расскажем самое время подниматься наверх но эти нам казалось совсем немного потому что тут лестница такая высокая мы идем в соседний зал что нам предложит здесь послушать какую информацию узнать информация будет интересная по поводу объема бутылок это не только в этом году я вернусь в первый день когда я пришла сюда когда я пришла сюда и мой коллега задавал мне сам вопрос «моника, что вы думаете о формула 1 босса» и я сказал «это последний босса» и она сказала «пробуй эту боссу» это не возможно На Формуле 1, например, празднуют победу именно трехлитровыми бутылками. Продолжение следует... Мы покидаем зону подземелья и идем на дегустацию. Экскурсия наделась примерно час десять, час пятнадцать вместе с просмотром фильма. Это все вместе. И сейчас нам предложат продегустрировать две кавы. Нам уже сказали, что это будет кава классическая в черной бутылке, которая продается в магазинах, и розовая кава. Ну, сейчас посмотрим. Тут музычка играет. Еще лето. На дворе. Зона дегустации. Наш столик засервирован. Нам уже предложили продегустрировать первую каву и предлагают к ней закуски. Вот такие вот селеные орешки. Эта порция на четвертый человек. С 19 евро 50 центов дегустация. Это звук кавы. Мы сейчас дегустируем первую. Кава как кава. Но в целом, получается, что у вас есть экскурсия и антуражненько поселить в красивом месте. Чи! Нам принесли еще одно вино на дегустацию. Но мы взяли еще одну бутылку в местном магазине. Бутылку они принесли и поставили нам в ледик. Вот такой вот пакетик здесь можно приобрести. Здесь есть отделение, куда можно запятить льда, чтобы больше кава была холодная. Эта бутылка стоит в районе 15 евро. И в итоге у нас такая дегустация трех разных кав. У нас на столе также стоят предложения. Вот, например, две кавы с какими-то закусочками. Тут панкун-томаты, оливки, сыр. 20 евро стоит. Либо еще вот такой вот набор можно за 20 евро приобрести. Тоже два бокала вина. И тут чипсы, оливки, мидии. Вот такая вот закусочная карта у них есть. А еще я хочу сказать, что здесь очень красивое место, где мы дегустируем. Вот в отличие от предыдущих наших дегустаций, а мы уже на третьей винодельни. Я оставлю ссылки в описании на наши две предыдущие экскурсии в Пенедесе. Это Кадарнил и Верга Курсо. Посмотрите их обязательно. Возможно, вам тоже будет интересно посетить все винодельни. А мы продолжаем дегустацию. С каждым глотком кавы дегустация все лучше и лучше. Вины раскрываются в полном объеме. Но это я шучу. На самом деле здесь дегустация, она очень условная. Дают только попробовать два типа кавы. И это в небольшом объеме. Поэтому, в принципе, насладиться экскурсией и что-то попробовать можно. Также здесь есть магазин. Но магазин здесь очень маленький. Такой скромный магазинчик, где можно купить вот эту же каву. Но по завышенной цене в магазине кава немножко дешевле стоит. Поэтому я бы советовала здесь, если у вас есть хорошая компания, то можно здесь бутылочку какую-то прикупить. Но обязательно берите с собой закуски. Потому что закуски здесь стоят дорого. А никто не контролирует, что у вас стоит на столах. Мы, например, привезли с собой хамон. И этот хамон мы прекрасно здесь употребляем. Можно брать не только хамон. Можно брать с собой и сыры нарезанные, какие-то закуски. Все, что хотите. В целом дегустация на Freshnet стоит того, чтобы ее посетить 19,5 евро. Все, ребята. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю дегустацию, нашу экскурсию во Freshnet. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я вам всем говорю салют. И увидимся с вами в новых роликах. Всем пока-пока. Ну а теперь бонусный контент для того, кто остался на моем канале. Когда экскурсии подошли к концу, не обязательно уезжать с этого города. Просто возьмите пару бутылок в местном магазине и продолжите дегустацию. И эта дегустация может быть бесконечна, с хорошим настроением и в отличной компании. Все. Всем желаем. Вот, настолько может быть отличная. Значит, здесь у нас из Аграновы. Здесь у нас из Кадарнью. Это обе-две кавы отличного качества. В общем, будем сейчас дегустировать на лавочках. Все по канонам и законам улицы. Все, ребята. Всем адьос.